Время Икс на информационном канале Севастополя. В студии Антон Сущих. Здравствуйте. 12 августа по приглашению руководства Черноморского флота в Доме офицеров флота яркое культурное событие. Концерт певицы российской эстрады Виолетты Дядёры. В концертную программу «Любовь моя Россия» вошли лучшие песни певицы, а также хиты мировой эстрадной музыки. И сегодня Виолетта – гость нашей программы. Виолетта, здравствуйте. Добрый день. Как вас встретил Севастополь? Очень приятно. И много концертов здесь уже было. И очень здорово принимает публика. И, конечно же, прекрасная погода. Немножко жарко, но, тем не менее, приятно. Вы из музыкальной семьи, насколько я знаю. Да. А с чего начиналось ваше знакомство с музыкой? Ну, я вообще с детства сам в музыке, потому что у меня папа – дирижер и композитор Эдуард Дядюра, а мама – поэт-сценарист. И поэтому у меня каждый день дома звучала и симфоническая музыка, и эстрадная, которую папа писал. И поэтому, мне кажется, не заниматься музыкой – это было бы немножко неправильно. Поэтому я пошла по стопам своего папы и решила все-таки продолжить наш музыкальный род. Разумеется, без музыкальной школы не обошлось. Конечно. Я училась в музыкальной школе. За три года окончила пятилетку по классу ударных инструментов. И сейчас учусь в музыкальном вузе, на этой же кафедре духовой ударной инструменты. Но, конечно же, основная профессия – я выступаю как певица. А какие для вас источники вдохновения? Что вас мотивирует? Семья, друзья, хорошая погода. На самом деле, очень много таких пунктов. Потому что творческий человек, он может быть вдохновлен любым прекрасным событием, любым прекрасным моментом. Поэтому очень много таких моментов. А когда первый раз вышли на сцену, помните? Помню. Это было в возрасте около трех-четырех лет. На самом деле, очень яркое событие. Также сам Николай Басков вывел меня на сцену на своем сольном концерте. Взял меня на руки. Он пел песню «Happy New Year». Я, на самом деле, немножко не помню свои эмоции, потому что я маленькая была. Но вы знали, кто такой Басков? Конечно, я знала, потому что очень много в гости ходили друг к другу. И прекрасно такое. Мы сейчас хорошо общаемся. Но я даже сейчас смотрю на видео, я понимаю по своим глазам, что мне было очень-очень приятно, очень здорово. Ну и, тем не менее, очень эмоционально вообще тогда. Это был ваш первый дебют на сцене на «Большой». А как началась ваша творческая карьера? Можно сказать, что с этого места? Нет. Несколько позже. В 15 лет мы сняли первый клип на песню «Моя подруга Крокодил», которая набрала в интернете очень много просмотров. Более миллиона. Больше миллиона, да. И после этого мы решили все-таки продолжать карьеру. А у вас есть такая подруга? У меня вообще нет подруг. Ну, свои личные такие предпочтения. Я больше с мужчинами люблю общаться. Я смотрел некоторые ваши клипы, в частности, «Моя подруга Крокодил». Но за последнее время у вас не появлялось новых клипов. Планируете ли вы? Да, конечно, планируем на новые песни. Просто сейчас очень много концертов и много сличных переживаний. Поэтому в будущем я планирую, конечно, снять на новые песни клипы. И я хочу удивить своих поклонников. А репертуар, с которым вы работаете, это какой жанр в основном? Ну, по большей части, это поп-музыка, конечно же. Но у меня много песен вообще разного формата. Есть песня роковая, называется «С чего начать?». Я ее часто пою на роковых концертах, естественно. Есть песни популярные, современные для молодежи, называется «Непривычная любовь, наркотик», «Дежавю», скоро выйдет песня аномальная. А есть песни для более взрослой публики, для людей, у которых есть прям сильные чувства, приживания, воспоминания. И такие песни, например, как «Дуэты». Если бы ты знал с Игорем Шаровым, «Вернись ко мне», тоже с Игорем Шаровым. Вот недавно вышла песня «Спасибо за любовь» с солистом группы «Баян Микс» Сергеем Войтенко. Ну и, естественно, сольные песни. Первая любовь, «Половинка», ну вот они для более взрослой публики. В вашей творческой карьере состоялось несколько дуэтов, в частности, с «Пьером Нарциссом». Да, был клип. Вы только что говорили, еще несколько у вас клипов. Ну, я люблю такие... Вам нравятся дуэты? Люблю сотрудничество, да, потому что... В каждом сотрудничестве мы находим какие-то интересные моменты, что может быть интересно для публики или для нас двоих, вот с кем мы записываем дуэты. Ну вот очень были смешные съемки, интересные, с «Пьером Нарциссом» клип «Лето». Очень весело все проходило. И приходилось переснимать несколько раз, потому что мы смеялись во время съемок. Ваши клипы в основном яркие, энергичные, то есть дарят позитив? Ну, чаще всего, да. Чаще всего, да. Я не люблю негатив, мне кажется, в мире очень многое все равно негатива. То есть драма, лирика такое во мне очень нравится? Сама я это люблю. Я люблю читать книги на эту тему, фильмы такие смотреть. Но как-то предпочитаю людям дарить больше позитива и счастья. А с кем бы вы хотели еще в дуэте поработать? Много таких артистов. Ну, конечно же, начиная от практически всех участников компании «Блэк Стар» со взрослыми артистами. Даже с удовольствием бы записала с Филиппом Киркором, потому что его музыка для меня очень близка. Потому что я все-таки родилась в музыкальной семье, в высокой музыке. Потому что меня папа воспитывал в симфонической музыке. Поэтому я люблю вот такие мелодичные. Современная сейчас, кстати, к сожалению, очень простая музыка. Я стараюсь писать немножко, и папа тоже старается писать немножко другую музыку, которая сможет прям заинтересовать публику. Потому что, ну вот, слишком простая, слишком два слова в песнях, и мне это не совсем нравится. Вот, а с Киркором с удовольствием будет записывать. А вы сами пишете? Я так понимаю, отец пишет для вас песни? Да, у нас семейная музыка. Да, я тоже пишу песни. Вот недавно состоялась премьера моей песни, называется «Непривычно». О чем эта песня? Песня о любви, как всегда, потому что я такой человек, я... Вы пишете о любви в основном? Ну, это была первая песня, которую я написала. После этого у меня немножко такое было поразрение, я стала писать много песен. Но пока что я их еще не выпускаю. И песня, не могу сказать, что очень легко написалась, потому что два куплета я написала сразу же. Вот практически проснулась и написала и музыку, и текст. А с припевом я очень долго мучилась, не знала, что подобрать. Но в итоге получилось очень даже круто. И все мои друзья, все мои слушатели сказали, что это совершенно другой уровень, совершенно другой стиль, им это по душе. И я поняла, что все-таки нужно двигаться в каком-то таком примерно направлении. Но при этом я не забываю про музыку для взрослой публики. А у вас есть любимая песня из вашего репертуара? Я не самовлюбленная, но скажу, что есть песни непривычные, которые я написала. Но еще люблю очень песню «Любовь наркотика», она такая в стиле R&B. «Моя Россия» песня, это мы написали мои родители. У вас несколько, кстати, патриотических песен. Да, несколько. «Моя Россия», она медленно такая, торжественная с оркестром. Есть песня «Россия вперед», но она быстрая, больше для молодежи. Когда я на концертах, конечно, выступаю, люди кричат вместо меня в припеве «Россия» очень-очень громко. Это здорово. И здорово, что люди любят нашу страну. А как вы готовитесь к концерту? То есть есть ли у вас как отоплена схема подготовки в этот день? Ну, в зависимости, во-первых, от времени концерта. Если концерт утром, то мне придется встать часа за четыре, даже, может быть, за пять, чтобы голос проснулся. Обязательно это чай с лимоном и с медом. Это мне всегда нужна. Распевка, подготовка, макияж, прическа, костюм. Ну, собственно, уезжаем. Ну, обсуждаем, конечно, с моим папой, продюсером Эдуардом Дзюрой, какие песни будем исполнять. Если нужно, то подключаем коллектив мой танцевальный, и мы вместе выдвигаемся на мероприятие. А в дни концерта, за пределами сцены, какая она жизнь у эстрадной певицы? Хватает времени на отдых? Ну, вот летом хватает, потому что вот сейчас 10 дней я отдыхала в Крыму. А вообще, ну, так как я еще учусь, и на учебе мне приходится проводить очень много времени, начиная с утра до позднего вечера. Но я, конечно же, не забываю о прогулках с друзьями, о вечеринках, о личной жизни. Поэтому меня все устраивает. Я очень рада, что у меня все так складывается. А какие у вас музыкальные вкусы? Какая музыка вам нравится? И какие вам нравятся, чье творчество вам нравится? Ну, так как я воспитана, опять же, повторюсь, в высокой музыке, я, конечно же, люблю творчество известных исполнителей Уитни Хьюстон, Морая Керри. Но так как я молодая девушка, я очень люблю танцевать. Я слушаю практически всю современную музыку, которая сейчас входит качественно, я имею в виду. Я не буду гамитировать некоторых исполнителей. Но я очень люблю Нюшу, люблю Егора Крида. Вообще, творчество Тимати я, по большей части, люблю. Мне очень нравится творчество Марии Краймбери. Я очень, несмотря на то, что драматические песни у нее, но мне по душе они классные. А что для вас есть музыка? Музыка – это жизнь. Я без музыки жить не могу, и у нас в доме всегда звучит музыка. Неважно, это классическая или эстрадная, или танцевальная, современная. Но практически всегда, у нас даже соседи иногда звонят нам и просят сделать потише. Бывает слишком громко, да? Да, особенно я люблю потанцевать ночью, включая наушники и танцую. Но почему-то только по ночам, я не знаю, у меня энергия ночью проливает ко мне. Скажите, а клипы, которые вы снимали и планируете снимать, вы в режиссуре принимаете участие? То есть пытаетесь как-то выразить свою точку зрения? Конечно. Если им что-то не нравится, я сразу говорю, мы это либо переснимаем, либо вообще не снимаем. Но, во-первых, мы всегда должны попробовать. Если это красиво смотрится, то мы продолжаем работать с этим. Если нет, то мы сразу это вычеркиваем, удаляем кадры. Но раньше, конечно, более маленькое участие принимала в режиссуре, потому что я еще была маленькая, что-то не понимала. И режиссура, который со мной работает, оператор, они тоже мне подсказывают много. Но сейчас уже я стала немножко тоже принимать участие и говорить, что мне нравится, что не нравится, советовать что-то. Но в любом случае это сотрудничество. У каждого есть свои идеи. И как раз-таки это самое лучшее, что может быть сотрудничество. Это у каждого выраздается идея. И мы обсуждаем, стоит это делать или не стоит. С какими сложностями приходится вам сталкиваться в работе чаще всего? Именно на сцене. На сцене. Так курьезные такие случаи возникали? Бывают такие случаи. Например, отключается звук, песня. Чаще всего, конечно же, я работаю под минус. И я никогда не теряюсь. Естественно, продолжаю петь. И тем самым завоевываю еще больше любовь к публике, потому что я доказываю, что я пою вживую. Бывает, я пару раз падала со сцены на каблаках, конечно. Но много моментов были. Такие моменты, когда очень хотелось пить, а воды не было на сцене. И это было очень-очень трудно справляться с неполадками в Борле. Вода, конечно, нужна всегда. Но особенно в такую погоду. Ну а так, в принципе, я справляюсь совсем. Виолетта, спасибо, что нашли время и пришли гости в нашу программу. Сегодня у нас в гостях была певица российской эстрады Виолетта Дядюра. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова